Как говорится, с днем нового айфона. Презентация Apple вроде бы не была такой уж интересной, но там было несколько вещей, которые просто взрывают мозг и о которых я бы никогда не догадался, ни по каким утечкам и так далее. Не говоря уж о новых, действительно классных гаджетах и гаджетах, скажем так, противоречивых. Давайте начинать и поделюсь впечатлениями. Тим Кук вышел в чисто поле и начал нам рассказывать, какая у Apple клевая экосистема, как Apple Watch, iPhone и AirPods работают все вместе. И по словам Тима Кука, так может только Apple. На самом деле нет, но на таком уровне, да, действительно только Apple. Потому что они разрабатывают и железо, и софт, и интегрируют все друг в друга и заставляют вас покупать новые гаджеты, но это уже побочные эффекты, так сказать, экосистемы. И тут начался разговор про Apple Watch. И несколько людей писали письмо Тиму Куку. Дорогой Тимушка, ваши часы спасли мне жизнь. И мне спасли, и мне спасли, и всем нам спасли жизнь. Это все, конечно, очень классно выглядит, особенно круто выглядит сцена с медведем в доме. Очень смешно и прикольно снято. И против этого не попрешь. Apple Watch действительно какие-то жизни спасали. Да, их может быть не очень много, но тем не менее, маркетинг в этом случае работает действительно правильно. И тут нам показывают новые часы. Это Apple Watch Series 8, которые выглядят так же, как Series 7, которые выглядели практически так же, как Series 6, которые... Ну, да, вы поняли. Внешне в 8 серии изменилось мало чего. Все основные изменения внутри. Во-первых, новый сенсор. Сенсор температуры. И вместо того, чтобы привязать это все к ковиду, к тому, что важно знать, какая у вас температура, привязали все... Да, это Америка современная. Привязали к женщинам. Не, вы не поймите меня неправильно, просто мне кажется, что измерение температуры это для всех людей вообще важно. Особенно там в период сезонных заболеваний, тем более в период ковида. Но Apple говорит, что для овуляции это важно особенно. И теперь инфы о ней будет гораздо больше. И отслеживать все это можно будет гораздо лучше. А все благодаря не одному на самом деле, а двум сенсорам. Один из них находится над кожей, прямо вот у кожи вашей, а другой под экраном, чтобы знать, какая температура вокруг, и чтобы она не влияла на показатели первого сенсора. Умно сделали, не поспоришь. Эти самые сенсоры меряют температуру, вдумайтесь, каждые 5 секунд. Это очень много измерений за день. График температуры, конечно же, есть, и его можно будет смотреть. И особенно это важно, опять же, для женщин, простите, для тех, кто овулирует. И это официальная цитата, они так и сказали. Вообще суть в том, что температурные показатели, как и все остальные отклонения от цикла, могут указывать на болезни, на какие-то неполадки с организмом. И все это вкупе может позволить женщинам гораздо лучше понять, что с ними не так, и вовремя обратиться в больницу, к врачу. Но, опять же, не сочтите мне сексистам, но я считаю, что температура это для всех людей, да, для женщин и тех, кто овулирует, это полезно. Но для других людей это не менее полезно. Ну, это мое мнение. Все данные либо шифруются на устройстве, либо шифруются и отправляются на сервера Apple, если у вас включена двухфакторная аутентификация, всякие защиты смартфона и прочее. И Apple вроде как не может видеть, какая у вас температура была, но-но-но. Второй важной фичей в часах является определение автомобильных аварий. И это реально очень клевая штука. Помните, вот определяли падение какие-то Apple Watch, начиная, по-моему, с четвертых, а вот теперь также с автомобильными авариями. Внутри два новых сенсора движения, улучшили акселерометр и гироскоп. Примерно три раза в секунду эти данные обновляются и используется еще и микрофон, чтобы в случае чего анализировать, были ли звуки, аварии, шумы, скрежет машин и прочее или нет. Это круто. Тестировали это все в лабораториях на четырех разных типах столкновения и вычисляли разные алгоритмы, которые позволят им с гораздо большей точностью все это определять. Apple Watch есть Apple Watch и батарею у нас держит абсолютно так же, хоть сенсоров и измерений стало больше, но есть новый режим, супер энергосберегающий, позволяющий вам пользоваться часами до 36 часов подряд. Он отключает некоторые вещи, типа Always On Display и автоопределение тренировки, думаю, отключает еще много чего, просто нам об этом со сцены не сказали. И главное, доступен он не только на Series 8, но и на всех часах новее Series 4 и на самой Series 4 тоже. Поддержка интернационального роуминга появилась в часах с симкой, но как бы для нас это, опять же, не очень актуально. Цвета у часов более-менее классические. Midnight, Starlight, Silver и Красный. Есть еще остальные версии, графитовая, серебряная и золотая. Новые ремешки добавили. Новые Watch Face от Nike есть, причем теперь эти Watch Face могут использовать любые версии Apple Watch, а не только версии Nike. Это давным-давно надо было сделать и очень круто, что это хотя бы сейчас появилось. Новые ремешки от Hermes. Это Hermes, типа, наверное, так по-французски звучит. Очень крутые ремешки, прям супер классно выглядят и очень странный циферблат. Я не знаю, кто его будет использовать. Наверное, это такой, типа, как Луи Виттон у вас на руке, что вы идете, такие, вот, смотри, у меня классный циферблат. Все такие, ааа, это что, Hermes? Он богат. Ну и, конечно же, есть все фишки новой WatchOS. Расширенный трекинг бега, соревнования с самим собой и вот это вот все. А дальше показали Apple Watch SE, которые, опять же, внешне совершенно никак не отличаются от прошлых Apple Watch SE. Но, в принципе, мне кажется, да и пофиг. Главное, что стоит 250 баксов. И еще там новый процессор от Apple Watch Series 8. Это, ну, по сути, это все обновления Apple Watch SE. А дальше нам стали показывать пустыню, грозовое небо, океан, горы заснеженные. И все это для того, чтобы показать новые, богоподобные, единственные Apple Watch, которые стоит покупать. Apple Watch... Нет, не про. Ультра. Мы видели раньше эти рендеры и не верили, что Apple может сделать настолько странный выступ справа для кнопки и коронки. Но она сделала. Это выглядит менее странно, конечно, чем на рендерах. Но, в целом, очень как-то непривычно, необычно. Я бы не сказал, что красиво. Зато они напичканы вообще всем, чем только возможно. Начнем с того, что они титановые. У них сапфировое стекло и оно плоское. То есть, в теории, если вы захотите наклеить какое-то защитное стекло на ваше сапфировое стекло, это будет сделать гораздо проще. Самый яркий дисплей во всех часах Apple Watch, которые когда-либо существовали. Это они так на сцене прям говорили. 2000 нит. Это очень много и очень хорошо. Есть новая специальная кнопка, которая называется Action Button. И на нее можно что-то запрограммировать, какую-то программу, либо какую-то тренировку. На самом деле, надо делать обзор и смотреть, в каких рамках это программирование. Потому что я уверен, что Apple далеко не все разрешит вам забиндить на эту кнопку. Это в их стиле. Коронка стала больше. Выглядит она теперь тоже по-другому. Специальные у нее вот эти штуки для сцепления с пальцем или перчаткой. К слову, выступ этот, он вроде бы тоже для того, чтобы пользоваться часами в перчатках, а не просто так, потому что им захотелось. Часы будут выпускаться только в варианте с eSIM. То есть, если ты не хочешь eSIM, все равно пофигу, ты за нее платишь. Бери и покупай часы. Ну а самое главное и, наверное, основная причина того, что эти часы вообще будут покупать, это жизнь от батареи до 36 часов. Звучит очень много, на деле это меньше двух дней. А с новым энергосберегающим режимом до 60 часов времени. Это больше двух суток, что для многих вообще взрыв мозга, потому что один раз не зарядить Apple Watch ночью, иметь потом еще целый день возможность спокойно ходить и не париться. Ну, действительно, для многих это важно. Новый Watch Face Wayfinder со множеством элементов и возможностью переключаться в темную тему. Ну и, конечно, три новых ремешка, специально созданных под разные занятия, бегание, плавание и так далее и тому подобное. Правда, вот эти все застежки, особенно титановые, мне показались не то, чтобы прям надежными. Ну, может быть, оно так по видео кажется, а в реальной жизни будет намного лучше. Вот я не знаю. Надо смотреть вживую, что мы обязательно и сделаем. Также там есть двойная частота GPS, чтобы часы не теряли сигнал спутника в местах, где его очень просто потерять, ну и чтобы точнее определяли вообще все, что вы делаете и где находитесь. Часы созданы, очевидно, с прицелом под аудиторию спортсменов, экстремалов, тех, кто хочет, чтобы его часы ему вообще все данные в мире отдавали. И это прям такой серьезный заход на территорию Гармин. Я уверен, что Гармин теперь по продажам явно потеснится, потому что, ну, явно спортсмены хотели Apple Watch со всеми метриками мира, чтобы они еще были гигантские, такие прям, ух, на руке у тебя был вот такой вот камень, которым ты убить можешь, в котором нырять можно до 40 метров. Но у нас, я уверен, что абсолютное большинство купит эти часы не за то, что они для экстремалов, их можно погружать в воду и так далее, а из-за того, что они банально стоят дороже, экран больше, ярче и еще они живут почти два дня. К слову, переработали для них еще и приложение Компас, там теперь видно маршрут, к которым вы шли и видно локации, к которым вам нужно прийти. Еще тут есть второй динамик, и он не только для того, чтобы вы слышали вашего собеседника лучше во время телефонного разговора, а и для того, чтобы запустить сирену, ее было слышно дальше, чем в обычном малюсеньком динамике Apple Watch. Mil STD 810, это армейский стандарт защиты, чтобы часы там не бились, не убивались и так далее. Стандарт погружения в воду WR100, погружать их можно на 40 метров, и это гораздо больше, чем обычный Apple Watch. Но гарантией это покрываться не будет, конечно же. До сих пор ни у одного производителя не покрывается гарантией, потому что фиг докажешь, как ты что в них делал и где. Целых 10 минут нам показывали скуба дайвинг в Apple Watch Ultra, потому что, видимо, столько людей занимается скуба дайвингом, что буквально вот половина аудитории Apple Watch Ultra скуба дайвера. Говорит Костя, что рыба скуба. Я знаю только скумбрию, это одно и то же. Самое интересное, это, конечно же, стоимость Apple Watch Ultra, и стоить они будут 800 долларов. Да, это все еще не 1000 долларов, как по утечкам, но это очень-очень-очень много. Это почти как iPhone, а в продаже они будут с 23 сентября. Ставьте лайки, если хотите, чтобы мы их посмотрели, обозрели. Ну а сразу предупреждаю, нырять за скубой я не буду, я слишком большой. Дальше. AirPods Pro 2 это гаджет, которого я ждал, наверное, больше всего, потому что наушникам уже три года. Очевидно, все хотят Hi-Fi, в Apple Music теперь есть Lossless, даже, не знаю, HomePod играет Lossless. Дайте нам в наушниках наш Lossless. Совершенно новый дизайн. Это, конечно же, Степ, наушники выглядят один в один, как предыдущее поколение, но я не знаю, плохо ли это. У AirPods Pro реально офигенный дизайн, они подходят под любую ситуацию, под любую одежду, под любое занятие. Они действительно очень удобные, ну и переключение вот этой подушки, оно лучшее вообще, что есть на рынке. Тут же нам показывают отсылку на рекламу iPod'ов, только вместо цветных фонов тут вот такие вот волны из белых частиц, и чувак танцует и слушает музыку, ему очень кайфово. Чуть не уронил телефон. Мне танцевать нельзя. У нас тут новый чип, поддерживающий высокую пропускную способность, а это значит гораздо более крутое качество музыки, там почти Lossless. Интересно, как это будет реализовано, будет ли сигнал компрессироваться по дороге к телефону и на телефоне расшифровываться, либо же это все прям, прямым потоком будет литься на телефон. Я не знаю, посмотрим. Тем не менее, гораздо более улучшенное качество звука, а тем более в AirPods'ах, в самых популярных наушниках мира, это очень ожидаемое обновление. Особенно учитывая, что и драйвер тут новый. Теперь есть уникальная возможность сделать 3D-модель уха и части лица с помощью либо LiDAR-сенсора, либо Face ID, отправить в Apple, они вам там специально настроят наушники, по факту этим будет пользоваться, ну, примерно 1% покупателей. Но звук это не все, что обновили. Шумоподавление стало лучше в 2 раза по сравнению с прошлым поколением, это нам так заявляет Apple, потому что они переместили микрофоны для шумоподавления и написали какие-то новые алгоритмы. Новый размер амбушюр добавили в комплект, XS очень маленький, а еще улучшили режим прозрачности. Он теперь адаптивный и убирает всякие фоновые звуки, не очень нужные, типа там, ремонта на улице, например. 48 тысяч раз в секунду подстраивается вот этот адаптированный режим прозрачности, очень круто. А самое необычное, что они добавили в наушники и чего я вообще никак не ожидал, это тач-контроль. Теперь можно управлять громкостью, свайпами по этой самой дужке вверх или вниз. Но ой, как я боюсь, что будут какие-то случайные нажатия, случайное увеличение громкости. Я не люблю тач-контроль в наушниках. Вот такой вот контроль, как в AirPods Pro, он очень крутой. А вот гибрид, ну, посмотрим. Если не будет лагать, если не будет неправильно что-то переключать, то отлично. Также улучшили жизнь от батареи. 6 часов подряд работают наушники и 30 часов вкупе с подзарядкой кейсом. Это очень даже неплохо. Да, это не рекордные какие-то показатели, но уже гораздо лучше, чем в первых AirPods'ах. Там было 4,5 часа. Приложение Locator теперь может найти не только наушники, но и их кейс, благодаря тому, что в кейс добавили динамики и тот самый Ultra Wideband модуль, с помощью которого iPhone показывает, где предмет, если вы не находитесь в России. Но прикольная фишка заключается в том, что динамик этот будет использоваться не только для поиска кейса, но и для выдавания всяких звуков, например, подключения наушников к телефону. Очень прикольно, грамотно и будет, как всегда, приятно, уверен. AirPods Pro 2 поддерживает теперь не только обычную зарядку или MagSafe, но и зарядку от Apple Watch. Это значит, что вы можете снять часы и поставить наушники заряжаться. Действительно удобно. Стоить новые наушники будут 250 баксов. 9 сентября можно сделать предзаказ в Америке и 23 сентября они поступают в продажу. И, похоже, прям куча гаджетов одновременно будет продаваться, поэтому нам надо будет сделать очень много видосов. Но мы постараемся для вас. Новые айфоны. Там внутри что-то так пузыри прям растягиваются, растягиваются. Хупа! И у нас новый айфон 14+. Мини-айфонов теперь не будет. Нам об этом галантно не сказали. И, конечно же, 120 Гц в обычных айфонах тоже не будет. Если вы на это надеялись, то зря. Пять цветов, среди них вот такой вот необычный прикольный голубой цвет и чуть-чуть прям самую малость фиолетовый. Улучшилась жизнь от батареи, но сколько часов мы вам не скажем на презентации, ждите там на сайте пока появится. И процессор тут, как в утечках и говорили, все-таки А15, а не А16. Старый процессор, но с новыми ядрами, дополнительными. Такой, короче, как в айфоне 13 Pro примерно. Но там кастомный обработчик фотографии ISP. Увеличенный сенсор основной камеры 1,9 микрон. Открытая диафрагма 1,5 и сенсор Shift Stabilization. Это когда сенсор двигается, чтобы стабилизировать картинку. Такое было в айфоне 12 Pro Max, потом в 13 Pro и Pro Max, а теперь это уже и в обычных айфонах. Благодаря увеличенному сенсору и новым алгоритмам снимки в неидеальном освещении стали на 50% лучше. Опять же, по заявлениям Apple мы это все будем проверять, смотреть. И поменяли фронталку. Теперь тут диафрагма 1,9, разрешение осталось 12 мегапикселей, но появился автофокус. И вот эти датчики системы Face ID используются для того, чтобы ему помогать и определять, где вы находитесь. Прямо как лидар сзади айфона. Deep Fusion теперь применяется на необработанных фотографиях, якобы позволяя вытянуть больше деталей и меньше замыливать картинку. По факту, не знаю, не верю я что-то в Deep Fusion. Какой-то такой разочаровывающий скорее алгоритм. Это вот эта вот переконтрастность на всех фотографиях. И есть у нас новое маркетинговое название. Photonic Engine, который улучшает фотографии в низком освещении на всем модельном ряде айфона 14. Улучшает до двух, а в случае ширика до двух с половиной раз. Ого, как они это измерили? Не знаю, света проникает больше. Появился экшен-мод. Это такая продвинутая оптическая плюс электронная стабилизация, в которой используются, очевидно, данные с гироскопа, акселерометра. Раньше такое делали экшен-камеры и производители некоторых фотиков тоже могли. А сейчас это делает телефон. На рекламных материалах выглядит очень впечатляюще. Но, опять же, надо смотреть в жизни. В любом случае, оно будет вам кропить картинку и увеличивать ее немного. Ну, посмотрим. В Америке новая линейка айфонов будет выпускаться без слота для сим-карты. Вообще. Потому что тамошние операторы уже вовсю запускают eSIM и все у них нормально крутится. И я что-то подофигел. Мне кажется, еще несколько лет и вообще лотков для сим-карты не будет. Потому что, как мы знаем, что запускает Apple, то подхватывают зачастую другие компании. И операторам сейчас придется очень быстренько шевелиться, чтобы нормально клепать eSIM и чтобы у них с этим не было проблем. Определение падения то самое есть теперь не только в Apple Watch, но и в айфоне. Что очень круто, потому что люди с айфонами падают, у которых нет Apple Watch. Это происходит постоянно, уверен. И для них это лишним не будет. Сразу можно отправить сообщение родным и близким. А в крайнем случае позвонить в какую-нибудь службу спасения. Приедьте, спасите, помогите. Кстати, про спасите, помогите. Теперь есть Emergency Source. Это спутниковая связь, которая используется на данный момент, к сожалению, только в США и Канаде. Как это работает? Вы выходите на улицу, обязательно на улицу. Наводите телефон в небо. Он вам говорит, где спутник. Вы вот так телефоном делаете, целитесь в спутник. Нацелились и отправляете сообщение. Ваше сообщение идет к спутнику. И от него передается уже каким-то людям, либо спасительным службам, либо, опять же, вашим родным и близким. Причем весь этот процесс зачастую занимает менее 15 секунд. А если вы не видите чистое небо, то может быть около нескольких минут. Но когда у вас нет выбора, нет сети, возможность отправить сообщение через спутник, пусть даже пройдет 2 минуты, это очень круто. Только я не думаю, что это как-то выберется за пределы США, Канады и ЕС, как и с большинством функций. А дальше был кусок про очень экологичную Apple. Сейчас мы Carbon Neutral для наших бизнес-то-бизнес-процессов. А к 2030-му хотим стать вообще Carbon Neutral, чтобы наша планета была зелененькой и классненькой. Идем дальше. А еще Fitness Plus теперь будет доступен без Apple Watch. Если у вас есть хотя бы iPhone, вы сможете там зарядочку делать. 800 и 900 баксов будут стоить стартовые версии iPhone 14 и 14 Plus на 128 гигов. Конечно, больше вам никто не даст в стартовой версии в этом году. Ну и купить их можно будет 16 сентября и 7 октября Plus версию. Ну и самое главное оставили напоследок. 14 Pro и 14 Pro Max. Забегая наперед, у них начальные версии тоже на 128 гигов. И это уже смешно. Могли бы уже хотя бы 256 делать. У дисплея теперь не челка, а вырез. И мы это видели в утечках, но только в последних вот утечках мы увидели, что это будет не два отверстия, а одно. И я вот думал, гадал, для чего тогда делать два физических выреза, а потом пришла информация, что там будут датчики запущенных микрофона и камеры. Но, оказывается, не все так просто. Инженеры Apple построили вокруг этого выреза целую систему уведомлений из статусной строки, которая теперь называется Динамический островок. Dynamic Island. Внутри новая уменьшенная система Face ID, которая работает примерно так же. Но вот этот вырез, он теперь сопровождается миллионом разных анимаций. Когда вам звонят, когда вы подключаетесь к наушникам, когда у вас музыка играет, все анимации выглядят просто грандиозно. Выглядят потрясающе. Видно, что трудились тяжело и не один день. API для того, чтобы вставлять всякие разные штуки, для разработчиков тоже есть. Они смогут этим пользоваться. Оно все увеличивается, уменьшается. Очень-очень классно, очень красиво придумано. Особенно учитывая особенность OLED-экранов. Когда в них пиксели не светятся черные. Ах да, еще в этом островке может быть даже несколько элементов. Один слева от выреза, второй справа. Четыре цвета, два не поменялись. Это Silver и Gold. И теперь есть Space, не Gray, а Space Black. И есть новый потрясающий фиолетовый цвет под названием Deep Purple. Где-то мы слышали такое название. Я думаю, они долго договаривались, чтобы на них в суд не подали. Прям специально пошли к группе и такие... Мы хотим назвать iPhone как вашу группу. Окей. Дисплей тоже обновили. Теперь тут меньшие рамки. 1600 нит яркости, как в Pro Display XDR. А на солнце яркость может достигать 2000 нит, как в новых Apple Watch Ultra. Очень-очень классные показатели. Главное, чтобы яркость не сбрасывалась при нагреве телефона, как это делалось, не знаю, последние пять поколений iPhone. Наконец-то появился Always-On Display. Благодаря тому, что новая LTPO панель теперь поддерживает 1 Гц. Одно обновление в секунду. Это очень экономит батарею. И этот Always-On Display, он необычный. Не такой, как в Android. Он очень красиво выглядит. Применяется искусственный интеллект для того, чтобы по-разному затемнять разные объекты, некоторые вообще убирать в черный цвет. Выглядит просто потрясающе. Офигенный Always-On. Да, очень долго ждали, но теперь он здесь, только в Pro-моделях. Новый процессор, сделанный по 4-нанометровому техпроцессу, но насколько мощнее предыдущего телефона, нам не сказали, потому что, очевидно, мощнее не намного, зато сильно энергоэффективнее. Мощность сравнили с iPhone 11 и с конкурентами, что, как вы понимаете, далеко не самые новые и не самые лучшие процессоры. Основная камера теперь на 48 мегапикселей. На 65% больше сенсор. Это очень хорошо. Пиксель-биннинг тоже есть. Объединение пикселей до 12, чтобы проникало больше света на один пиксель. И снимки в итоге получались менее шумными. Да, с меньшим разрешением, зато гораздо более красивые. Якобы в два раза улучшилось фото в условиях плохого освещения по сравнению с iPhone 13 Pro и Pro Max. И появилось новое увеличение. Теперь тут не только 3X есть, но и 2X. Это делается с помощью кропа основного сенсора, но поскольку там 48 мегапикселей, то разрешение все равно сохраняется. Единственное, света на матрицу будет попадать меньше, но как бы в телевике и так его меньше попадает. Поэтому, думаю, будет нормальное качество, но опять же надо смотреть в реальной жизни. ProRAW профессиональные фотки со всеми алгоритмами для того, чтобы их обрабатывать. Теперь можно делать на 48 мегапикселей. И это очень хорошо, как мне кажется. Применяются для новой сетки пикселей новые алгоритмы, потому что там теперь все не так расположено, и надо было переписывать. Ну и, конечно, новый ультраширик. До трех раз больше деталей в нем. Макроснимки в таком случае, конечно же, выглядят гораздо лучше. Никто и не сомневался. Вспышку переработали. Она теперь в два раза ярче, и она определяет, на какую линзу вы снимаете, чтобы задействовать либо полный спектр, максимальную яркость, либо чуть приглушить вспышку и не засветить кадр полностью. Режим киноэффект тоже обновили. Видео можно снимать не только в 1080 и 30 кадров, а в 4К и 30 кадров. И в этом случае уже можно какие-то полноценные даже ролики на YouTube пилить и подавать на какие-нибудь фестивали фильммейкерства, типа «я снял фильм на iPhone». Чехлы от ваших старых айфонов к новым не подойдут, камеры стали еще больше, ну а стоимость – 999 и 1099 баксов за прошку и Pro Max начальной версии, опять же, на 128 гигов. Давайте подводить итоги. Apple Watch серии S8 особо не изменились. Да, датчик температуры, но я не вижу особых причин покупать новые, разве что эта температура вам ну очень важна. Вот Apple Watch SE 2, с другой стороны, гораздо интереснее, хоть в них инноваций практически нет. Но они стали дешевле, процессор новый, значит, они стали шустрее, Oluison Display многим не нужен – это прям выигрыш. Apple Watch Ultra – абсолютно новое устройство. Тут Apple заходит на территорию Garmin для самых экстремалов, для самых крутых спортсменов. Уверен, у нас будут часы не из-за этого покупать, но, опять же, уверен, что они будут продаваться и свою аудиторию найдут, несмотря на 800 баксов. Вот только их дизайн меня как-то смущает. Вот эти пластиковые полосы, выпирающие, хреновина. В общем, надо смотреть вживую. Пока по рендерам не очень красиво, но очень часто бывает так, что рендеры – ну так себе, а вживую устройство смотрится прям бомбически. Будем надеяться, что это как раз такой случай. Мне почему странно? Потому что Pro-продукты, а это, очевидно, Pro-продукт, хоть и называется Ultra, у Apple всегда выглядели более красиво, чем не Pro-продукты. А тут, ну, не скажешь однозначно, что они более красивые. Что касается AirPods, Pro 2 прям заждались. Улучшение звука очень-очень сильно ждали. Надеюсь, что оно действительно будет. А улучшенные режимы прозрачности и шумоподавления – это вообще топ. Увеличенная жизнь от батареи, поддержка дополнительных зарядок, динамики на кейсе, много-много всего нового. Прям все улучшения, которые действительно нужны. Пока что так выглядит, как будто прям надо идти и брать новые наушники. Но, опять же, мы обязательно сделаем обзор. Пишите в комментариях, что вам интересно про эти наушники. iPhone 14 и 14 Plus, честно говоря, какие-то немножко скучноватые. Да, конечно, Plus версия найдет своего покупателя, потому что большого экрана в обычном iPhone еще не было, а три камеры вообще далеко не всем нужны. Но та же челка, 60 Гц, тот же процессор, да, пусть чуть мощнее. Это вообще впервые в истории iPhone'ов, и это показывает, насколько сложно сейчас улучшать процессоры, потому что техпроцесс уже потихонечку упирается в свой потолок. Зато, как будто бы улучшенная камера сзади, улучшенная съемка в темноте и переработанная фронталка, это неплохо. Но вот то, что симки в американских моделях не будет, это офигеть прецедент. Не было, по сути, еще ни одного производителя, который бы взял просто и убрал сим-лоток. Да, была Meizu Zero, но там весь смартфон был стрёмный, странный и непредназначенный для людей. А тут Apple просто такая, да, все и так в Америке используют eSIM и есть поддержка. Да, чё, сидером выпилили, миниджек выпилили, USB-A выпилили, да и лоток для симки уже анахронизм. И забавно, что все эти штуки становятся анахронизмами, только когда вот их выпиливает Apple, и все такие, ааа, что делать, надо срочно пилить поддержку новых штук. Спутниковая связь, да, клёво, но, опять же, не в наших краях, поэтому мы можем только смотреть на неё и восхищаться, а использовать не сможем. Вот прошки, конечно, получились топовые. Тут тебе и новый процессор, и вырез вместо брови, которые трансформируются миллионом различных способов и используются в интерфейсе. Камера на 48 мегапикселей с гораздо большим сенсором, и теперь можно делать снимки с 2Х-увеличением, причём, несмотря на то, что это кроп, это лучше, чем 2Х-увеличение когда-либо в айфоне. Это нам заявили со сцены, маркетинг все дела, но, думаю, будет неплохо. Always-On Display, опять же, нужная функция, да, в ней абсолютно ничего нового, но владельцы айфонов, мне кажется, вполне себе Always-On Display хотели, и это тоже ожидаемое обновление. А тем более, учитывая, что выглядит он красивее, чем у любого андроида на сегодняшний день, и это не может не радовать. Плюс, рамки дисплея уменьшились, нормальный такой набор для эволюционного обновления, и для современной Apple достаточно неплохо, уж явно лучше обычных 14-х. Как вам новые гаджеты Apple? Будете ли смотреть их обзоры? Будете ли покупать себе что-нибудь? Обязательно пишите в комментариях и ставьте лайк, если вам понравился наш сегодняшний разбор, как всегда, с эмоциями. Мы пошли пилить новые видосы, ну а вам всем спок. Пау!